Великобритания 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 который был бы высказан в адрес своего руководителя, или с тоной относительно того, что живется крайне трудно. Да, жилось трудно, но жилось справедливо, достойно и счастливо. И в этом гигантская заслуга Фиделя Кастро. Я не раз слушал его многочасовые выступления. Поражался прежде всего удивительной логике, образности языка и тому, с каким энтузиазмом, внутренней энергией и уверенностью, верностью, идеалам, высшим идеалам человечества он передавал свои знания всем массам. В последние годы, отойдя от высших речевого управления, тем не менее, он регулярно выступал с очень верными заметками, анализом происходящих процессов, и мы в своих газетах «Правда» и «Советская Россия» регулярно их публиковали. В августе мы организовали блестящую выставку и выпустили альбом, посвященный 90-летию Фиделя Кастро и его революционной и народной деятельности. Я уверен, что сегодня человечество, переживая новый финансо-экономический кризис, а такой системный кризис повторяется за последние 100 лет третий раз, два предыдущих системных кризиса закончились двумя мировыми войнами, в центре которых оказалась наша страна. Вот Фидель в своих заключительных записках не раз говорил о том, что капитализм, империализм несет войны, несет эксплуатацию, несет дикую конкуренцию, которая разрушает душу и гробит личность, человеческую личность. Мы обязаны прислушаться в это суровое время к его предостережению и к его наказам и напутствиям. Я благодарю посольство и руководство кубинского народа, которое последовательно проводит идеалы, заложенные Фиделем Кастро, в жизнь братского народа. Рауль Кастро приезжал к нам в страну, мы встречались здесь и обсуждали проблемы и перспективы дальнейшего развития. Мы понимаем, что нужна хорошая помощь, активная помощь со стороны руководства нашей страны. Встречаясь в Лурдесе в свое время и наблюдая, как вылетают летательные аппараты с территории США, как идут переговоры на торговых биржах, я с благодарностью еще раз хочу высказать правительству Кубы свое отношение к этому. В свое время Куба пошла на то, чтобы предупредить вместе с Советским Союзом американцев, что они тоже уязвимы. Лишь после Карибского кризиса американцы, понимая, что они не отсидятся за двумя океанами, и их атомный шантаж вынужден будет прекратиться. И тогда американцы пошли на переговоры с советской страной о сокращении ракетно-ядерных вооружений. Я надеюсь, что наша совместная жизнь и работа многому научили. И тот эпизод, тот период предательства Горбачева, Шевернадзе, Дяковля и остальных, который связан с предательством советской страны, высших идеалов, выдающейся ленинско-сталинской эпохи модернизации, он позади. Идя к 100-летию Великого Октября, мы все сделаем, чтобы правду о Великом Октябре, правду о великих революционерах, о Фидель Кастров, Хорис Когорду, самых выдающихся революционеров и мыслителей последнего столетия, чтобы эту правду донести обязательно молодежи. Я благодарю молодежной организации, наш ленинско-комсомол, которые проявляют внимание ко всему учению революционеров и внимательно изучают великолепный опыт кубинской революции. Я уверен, что дело Острова Свободы, дело Фиделя Кастров в борьбе за душу, за совесть человечества, а такие люди, как Фидель, обновляют совесть человечества, будет продолжено молодым поколением. Ну и в заключении хочу извиниться. Я не хочу называть, но в одной из программ нашего телевидения, государственного телевидения, вчера некоторые депутаты допускали откровенно неуважение и к памяти, и к нашей дружбе. Я надеюсь, что это будет в последний раз. Спасибо.